Друзья, давайте поможем друг другу тем, что будем называть вещи правильными именами. Потому что, когда мы называем их неправильно, то мы водоражим всех остальных людей, таких же, как мы, заявителей, вокруг. Я сегодня общался с одним клиентом, который сказал мне, что он подался на 866 визу и его уже пригласили на интервью. У меня был шок. Я же понимаю, что мы все рассчитываем на то, что ее 3-5 лет будут рассматривать, потому что ее действительно рассматривают 3-5 лет и редко, когда рассматривают год-два. А человека уже на интервью пригласили. Я думаю, как? Ну, вообще, как? Он мне говорит, я вам сейчас покажу. Достает мне acknowledgement application, bridging visa и там биометрию сдать надо. Это не интервью. Друзья, не пугайте всех вокруг, потому что это не первый раз. Я уже до этого слышал, мне уже другие люди говорили, один из лидеров украинского комьюнити в Аделаиде говорили, у нас вон уже людей на интервью поприглашали. Я говорю, как? Ну, как? Такого не бывает. Ну, кто обрабатывает эти визы с такой скоростью, если люди годами ждут? Называем вещи своими именами. Не создаем дезинформацию. Тот документ, который приходит вам первым, что визу приняли, acknowledgement of application, приходит bridging. Это все дело можно отправить, чтобы получить Medicare. И там также пальчики надо сдать. Это запрос на биометрию. Это не запрос на интервью. Когда вас на интервью приглашают, это уже считайте, что в ближайшее время будет приниматься решение по вашей визе, по результатам интервью в том числе. Это уже интервью, это уже финал. Это уже надо понимать, что повышенная готовность, и мы выходим на финишную прямую. И вы представляете, если сейчас они вас начнут на интервью приглашать, если придется эти 866 визы выдавать? Не всем, но многим, как минимум. Так что давайте не дезинформировать. Это очень важно. Называть вещи своими именами. Чтобы у нас не ходили слухи неправильные. Слухи вообще, они всегда неправильные. Но чтобы у нас была у всех корректная информация. Всем хороших выходных.